Добрый день. В эфире служба информации телерадио компании «Губерния 33». Программа «На всю Владимирску». Меня зовут Александр Козлов. А гость нашей студии сегодня Александр Разов, глава администрации Собинского района Владимирской области. Александр Силович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. О чем планируем сегодня побеседовать? Только-только прошел очередной Владимирский экономический форум. В этом году, напомню, он был посвящен развитию предпринимательства в туристической отрасли. Но, естественно, туризмом дело не ограничивалось, поскольку участники форума представляли самые разные сферы народного хозяйства. Собинский же район, с одной стороны, имеет отличный туристический потенциал. Достаточно сказать, что на севере это суворовские места, на юге это Мещера. С другой стороны, Собинский район – это одно из ведущих муниципальных образований области по объему производства. Так что попробуем поговорить о форуме в разрезе тех возможностей, которые имеет Собинский район. Мы с вами в январе 2016 года, если меня память не изменяет, в этой же студии встречались. И вы тогда сказали, что по итогам 2015 года Собинский район стал вторым по объемам производства после Владимира. После Владимира. Там и сельхоз, продукция, кондитерка, там много чего у вас есть. По итогам 2016 года и начала 2017, как вы выглядите? По итогам 2017 года за 4 месяца мы сохраняем лидерство. Мы снова вторые после Владимира. И 2016 год тоже был успешным для Собинского района. Мы произвели, наши предприятия произвели продукцию на 51 миллиард рублей. То есть к 15-му плюсам? С ростом до порядка 5-6%. Такая динамика сохраняется и в 2017 году, я имею в виду динамика роста. Лидеры мы не только в промышленности, в перерабатывающей прежде всего, но и в сельском хозяйстве. Нам нет равных по количеству куриного яйца, третьи по молоку, по мясу и первые, вторые по рыбе. Вот такие наши достижения. И отрадно, что эти результаты растут из года в год. Что касаемо именно туристической отрасли. Давайте мы просто нашим телезрителям немного охарактеризуем Собинский район с этой точки зрения. Потому что большинство-то, что о Собинском районе знают. Через него дорога на Москву проходит. К сожалению, многие люди, как показал форум, не знают и Владимир и Суздаль, о чем губернатор все время напоминает. И просят, чтобы дети на экскурсии чаще ездили. И не только по нашим местам, но и по России. Как я говорю, презентую Собинский район, все великие люди родились в Собинском районе. Это прежде всего отец русской авиации Жуковский Николай Егорычев, в сельце Орехове. Но даже не прежде всего. Прежде всего это Спиранский Михаил Михайлович. Это великий государственный деятель. Это благодаря ему Александр Второй принял либеральные реформы, освободил христиан от крепостного права. Он много сделал для государственной политики, вообще для государства и для юриспруденции. И не случайно премии имени Спиранского самые, наверное, значимые среди юристов. И первые лица государства ей награждены. И я очень рад, что благодаря нашему губернатору, при участии администрации, разумеется, района, мы сегодня приводим в Черкино в то состояние, в котором оно должно быть. Мы его благоустраиваем. Великолепно почистили пруды, заложили два сада, Вишневый и Яблоневый, именно в Черкино. Сделали великолепные дороги, продолжаем их ремонтировать. И не менее важно, мы сегодня ремонтируем капитально дом культуры Черкино, который открыт в 80-м году, и над ним шествовал Большой театр. И солисты Большого театра выступали на этой сцене. Я думаю, после его реставрации мы тоже пригласим Большой театр и наш губернаторский оркестр с музыкальной экспедицией. Ну, это вообще очень серьезное изъявление, Александр Силович. Хорошо. И кроме двух этих великих людей, я напомню о третьем великом человеке. Это сам Васильевич Суворов, который два года жил и работал в Унделе, руководя Владимирским полком. Его дочь, выйдя замуж за графа Зубова, прожила практически всю жизнь Фитинина в своем поместье, тоже великолепное село. И не надо забывать, что в Олепино родился и жил великий русский писатель Владимир Алексеевич Солоухин, который первый был отпет в храме Христа Спасителя. Я думаю, что эту информацию вообще мало кто знает и владеет. И очень почитаем русской православной церкви. Так у Вашего района еще, ну, я имею в виду Усобинской земли, тогда еще районов-то не было, да еще дореволюционная история. Конечно, я Вам еще один факт малоизвестный приведу, хотя властям города Владимир я время от времени об этом напоминаю. Из почетных граждан города Владимира до 17-го года, их было всего 13, 5 человек, уроженцы Усобинского района, они, в принципе, известны. Это два брата Лосевых, Лука и Матвей, которые основали город Собинку и, разумеется, Собинскую муфактуру, построив. Потому что все почему-то сегодня Собинку ассоциируют с коридорами, с казарами, которые, кстати, построили вот эти два купца. Третий почетный гражданин города Владимира – это сын Луки Александр, который продолжил их, как бы, дело и их путь. Следующие трое – это отец и два сына Никитина, кстати, уроженцы Черптинского уезда. Они управляли городом Владимиром в ранге главы и по нынешнему главой администрации 33 года. Это они на свои деньги построили первый водопровод в городе Владимире. И жители города Владимира, прежде всего, в исторической части, им обязаны. Сегодня они пользуются их водопроводом. Есть великолепные мемуары отца Никитина Старшего, который говорит, я не мог смотреть, как ежедневно владимирцы, надрываясь, шли, поднимаясь от Клязьмы в гору по Летней Перевозинской улице, что падали лошади, не могли сделать только два рейса с этой бочками. И он на свои деньги заказал проект, и потом они с сыном его реализовали. Такие великие люди. Мне даже интересно узнать, как владимирские городские власти нынешние реагируют на эту информацию. Я предложил главам города Владимира увековечить память Никитина. Вообще достойно, да. Хотя у нас есть улица Никитская, но, к сожалению, отношения к этим великим людям она не имеет. И последний почетный гражданин города Владимира, из Никитиных, я говорю, один старший сын был почетным гражданином, а отец и другой сын были почетными потомственными гражданинами города Владимира. То есть это еще выше статус. И при том, в те годы звание почетного гражданина города Владимира присваивалось по ходатайству населения указом императора. И последний, пятый в этом ряду, или уже седьмой, это Михаил Михайлович Леонтьев, который и родился, и, к сожалению, умер в раннем, ну, в среднем возрасте в селе Фитинино. Мы тоже, значит, ухаживаем за его могилой. Он был предводителем Владимирского дворянства. Умер в 1941 году. Вот такие великих людей, меценатов прежде всего, которые строили богодельни, храмы в городе Владимире. Никитина основали мануфактуру в оргтруде. Были настолько умные люди, что вынесли за черту города Владимира производство, чтобы не вредить и не шуметь. Вот, Александр Сеалович, вот у меня-то, возвращаясь немного к теме форума, но на самом деле потенциал колоссальный, да, это и суворовские, все, что вы перечислили, салаухинские места. И чтение салаухинские. Да, Мещера еще есть у нас, да, которая с юга, с юга получается она у нас, да. Тут ведь вопрос в чем? Даже имея потенциал, все равно необходимы люди, которые этот потенциал могут, что называется, монетизировать. Насколько бизнес активно идет вот именно в туристическую отрасль в вашем районе? Люди такие есть. Мы наладили диалог с известным предпринимателем и фермером Джоном Копийским. Мы были в гостях и вместе с ним разработали иконный маршрут. Вы знаете, какие великолепные у Джона лошади. Кубок губернатора опять же собирает элиту страны. И такой у нас маршрут есть. И по суворовским местам, через Атундало, через Фитинино, в Кистыш, Сузовского района, где Александр Васильевич на свои деньги построил каменную церковь в честь своего отца Василия Великого. Она так и называется. Храм Василия Великого. И сегодня он возрождается. У нас есть и веломаршруты, и пешие маршруты. Есть предприниматели. У нас на территории района семь охотых хозяйств. У нас великолепная охота, великолепная рыбалка. Я же не случайно сказал, что 20% рыбы, производимой в области, это варшанские и куриловские пруды. У нас собирательство. Это грибы, это ягоды. И сегодня есть предприниматели, которые организовывают этот процесс. Но пока, прежде всего, конечно, в охоте. А тут вопрос еще в инфраструктуре. Чем мы проигрываем Владимиру и Суздаль? Это нет мест размещения сегодня туристов. Да, у нас маршруты есть. Смотрите, какие великие люди, великие памятники. Но наша сейчас основная задача – это создать места, где бы люди могли просто отдохнуть, перекусить или остаться в идеальном случае на ночь. Потому что на самом деле природа великолепна. Это Мещура, что стоит. Поэтому сейчас работаем над этим. Область нам передала усадьбу Салтыковых. Это был фаворит Екатерины II. Он воспитал одного из будущих императоров. Именно в этой усадьбе родился Спиранский. И поэтому тоже ее благоустраивали. Так все переплетено с российской историей. Я всегда, когда тоже говорю о Собинском районе, говорю, что эти руководители обладали по большому счету неограниченной властью. И могли выбрать место для своей усадьбы в любом уголке России. Но выбрали-то Черккино, выбрали-то нынешний Собинский район. Хорошо. И построив там, по большому счету, первую усадьбу, которая дала потом толчок для развития усадеб по всей Владимирской области, краеведы говорят, и историк их было больше 200. И практически в каждой усадьбе стояли солнечные часы. А сегодня солнечные часы мы восстановили в Сельце-Орехово, где родился Жуковский. Но они стояли до него. И вторые часы солнечные я видел в усадьбе Танеевых в Ковровском районе в Маринино. Больше я, к сожалению, не видел. Не сохранились. А было 200. И везде стояли. И сегодня это не просто солнечные часы. Ну, пришел там, у всех он наручный там есть. Это сегодня точнейший математический и астрономический инструмент. И мы сегодня там проводим экскурсии и познавательные мероприятия со старшеклассниками. Они по ним изучают астрономию. Я, кстати, всем нашим зрителям рекомендую, ну, разумеется, в солнечную погоду, скоро, надеемся, будет лето, посетить усадьбу Жуковских в Сельце-Орехово. Кстати, обратите внимание на название. Это единственное название, не село, не деревня, а Сельцо. Кстати, вот загадка нашим слушателям, почему называется именно Сельцо. Вот посетить это Сельцо-Орехово, который, кстати, участвовал в прошлом году в конкурсе «Самые лучшие деревни» и стал номинантом. И посмотреть на эти великолепные солнечные часы. Хорошо. Вот о чем хотел бы спросить вас. О предприятиях, которые вы на форуме, у вас была одна из самых представительных от области делегаций, или там стендер. Предприятия какие участвовали, кого выдвинули на этот раз? Ну, разумеется, у нас была площадка Собинского района, порядка 30 предприятий. Не могу пройти мимо нашей уже любимой лыжной фабрики. Качество выше оценил сам президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на форуме «Россия – спортивная держава». Это текстильная фабрика в Лакинске, которая производит носки. Они расширяют производство. И если у них все получится, они обойдут в десятку крупнейших таких предприятий. Кстати, тоже было представлено на форуме. По стране? Да, по стране. И причем это динамично развивающееся предприятие. Она за два года достигла такого уровня с нуля. То есть, это прям конкурент Ивановской мануфактуры у нас? Нет, это не Ивановская. У нас самые крупные, приходится так тоже узнавать, самые крупные у нас носочные фабрики – это Смоленск. Ну и братья белорусы снабжают нас этими. Импортозамещение в носочные отрасли. Поэтому таких предприятий только на нашей площадке было порядка 30. Это сельхозпредприятия. Ну, понятно, флагманы – это ЗАО Ленина, Лакина, великолепные молочные продукции, Бабаева, Курилова. Кстати, и губернатор, и министр образования Ольга Юрьевна попробовали нашу молочную продукцию, остались просто в восторге. Кроме этого, были отдельные площадки, уже упомянутый мой музей Жуковского. Отдельный прям? Отдельный стоял. Уже как турпродукт. С великолепным стендом, и сегодня поток туристов туда увеличивается. Благодаря работе администрации области, прежде всего. Ну и мы в стороне не стоим. И отдельной площадкой был, это Волгобаз встречал своим беспилотным проектом. Это Феррера. Кстати, великолепный праздник Феррера устроила буквально два дня назад в Суздаль, когда с вертолета детям из малобеспеченных семей привезли 500 эскимо, как поется в песне. Это вот наша такая социальная программа, предприятие нашего района, разумеется. Ну и Руда Аква представила свое пиво безалкогольную продукцию. Это то предприятие, которое пивзаводом лакинский был. Да, который лакинский пивзавод. Известный на весь Советский Союз своим качеством своих напитков. Поэтому, ну и я не могу обойти стенд нашей братской Молдавии. Я организаторов попросил, чтобы мы стояли друг напротив друга. И мы, по сути дела, селились в одну площадку. Кстати, многие спрашивают, а какой вот экономический эффект от этих форумов? А зачем столько людей там отрывать? Я вам два примера приведу. В прошлом году мы подписали два соглашения. Одно с Республикой Молдова, другое с Zopas Industry, итальянская фирма. Значит, сегодня Zopas Industry уже производит электронагреватели на площадке Ставрово. А наши побратимы, я уже как их братьями не называю, начиная еще до Нового года, начали поставки великолепных яблок в наши школы и детские сады Собинского района прежде всего, но и по всей области. И сегодня презентовали свою продукцию. Это фрукты, это соки, это сухофрукты, ну и понятно, молдавское вино. Такая очередь выстроилась. Дегустация же была. Бедные наши коллеги, как они отбились. И великолепные масла, растительные масла. Ну да, это лен, это семечки винограда. На что я сметью искушен, это для пищевой промышленности. И тыквенное масло тоже разошлось, ну ура. Ну понятно, возможности ограничены, не может сегодня на делегации привезти эти товары. Но их площадка, площадке такая стояла очередь, я говорю, просто чисто по-человечески жалко. И самый главный итог наших взаимоотношений, один из самых главных, буквально неделю назад, во время этого, в разгар этого форума, мы в Собинке заложили великолепный сад виноградно-вишневых, из лучших садов молдавского винограда, в честь Дня Победы, и Владимирской вишни. А они районированы хотя бы? Ну конечно, это великолепные районированные винограды, сорта Молдовы. Но я думаю, что года через два-три будем собирать первый урожай. Я так подозреваю, что, не запомнил название, у пивзавода возможно еще тоже конкурент. Руда Аква. Руда Аква, да? Немножко другая специализация. Я думаю... Будет виноград, значит и вино будет. Я думаю, что все-таки нужно это дело поручать профессионалам. Профессионалам, согласен. Люди веками занимаются виноделием, поэтому не надо портить этот продукт. Относительно Волгобаса, мы его упомянули, но как-то мимо проскочили. Огорчу скептиков. Да, вот скептиков-то очень много. Известно одного журналиста и двух блокеров. Буквально я был перед форумом, очень порадовался, что Волгобас начал выпускать первую продукцию. Это элементы кузова. Они завезли великолепное оборудование, сварочные агрегаты, роботизированные. И сегодня, по заверению генерального директора, до конца года такой продукции будет выпущено не менее 200 миллионов рублей. Но это пока тоже такой тестовый режим, но готовая продукция идет. Там уже работает порядка 150 человек сегодня. Это кто не знает. И планы Бакулина и этого предприятия в следующем году выйти уже на полную сборку. То есть вся локализация здесь будет. И я думаю, если такое предприятие заработает, оно уже работает, то мы по объему промышленного производства догоним город Владимир. Понятно. На форуме был презентован беспилотник, матрешка. То предприятие, которое в вашем районе, к нему будет какое-то отношение? Конечно. По планам это выпуск тысячи автобусов различного типа. Прежде всего городского класса. Да, городские большие. В год тысячи. В год тысячи. А матрешки каким образом? Беспилотники? Вообще-то весь мир сегодня стремится перейти на электромобили или на беспилотные автобусы. Ну, автомобили. Поэтому эта площадка... А, это тысячи автобусов матрешек именно? Нет, нет, это всех. Это всех типов. Это всех типов. И внутригородских, и междугородних рейсов. И в том числе завод уделяет большое внимание выпуску именно беспилотных вариантов. И генеральный директор предполагает всю эту сборку организовать на территории Волгобаса в Собинском районе. Поэтому я и говорю о таких объемах, просто огромных. Это идет разговор о порядке 8-9 миллиардов в год. Вот плюсом. Ничего себе. Еще одну тему. У нас совсем с вами немного времени осталось, но не могу не затронуть. Когда форум был, Виталий Мутковец, премьер, значит, такую фразу произнес, что Владимирская область в период проведения чемпионата мира по футболу, ну и в этом году у нас Кубок Конфедерации, ну просто обречена стать некой культурной столицей чемпионата. Кроме того, у нас есть выгодное в нашем, у нас в активе выгодное расположение относительно Москвы и Нижнего Новгорода, который позволяет еще экономическую выгоду получить. Вот на этом поле собирается ли выступить Собинский район, если собирается, то как? Ну, как показал форум России «Спортивные державы», Собинский район там также был ярко представлен. Это прежде всего спортивные формы, я уже сказал, это и майки, и носки, и спортивный костюм, которые сегодня выпускаются на швейных фабриках Собинского района. Это лыжи. Это вторая после Калуги по объемам лыжная фабрика. И сегодня там завезено новое современное оборудование, и я думаю, что сегодня это производство еще удивит любителей спорта. Кстати, хочу сказать, и для, может быть, и для жителей области, что мы в прошлом году для наших школ, для детей, значит, приобрели за счет средств бюджета порядка 800 пар лыж. И в наших планах за ближайшие два года обеспечить всех школьников лыжами нашей лыжной фабрики. Всех школьников района или в области? Район, район. Их 8 тысяч. Я почему и обращаюсь к руководителям других образований. Мы, кстати, информацию отправили. Мы считаем, что, лично я считаю, что лыжи – это великолепный вид спорта. Я сам на лыжах бегаю, когда позволяет время. Тем более, в нашем климате для спорта ничего нет лучше. И я хочу сказать, что, может, если президент оценил качество наших лыж, то… Хорошо. У нас просто совсем мало времени по чемпионату. Как планируете эту волну использовать? К чемпионату мира? Я понял. Ну, что хотелось сказать. Всем известно, что продукции Владимирской области – это лучшие продукции. Продукты питания. Конечно, это молочные продукции, без которых не обходится ни один рацион спортсмена, особенно кисломолочная продукция. Это мясная продукция, овощи, фрукты, ягоды. Это напитки безалкогольные, подчеркну, которые производят крупнейшие предприятия области с таким союзным брендом. Поэтому мы готовы встретить чемпионаты мира во всеоружии. Одно только жалко. Нужно было бы, конечно, чтобы чемпионат прошел в городе Владимире, потому что такого великолепного стадиона, как стадион торпеды, и такой естественной чаши, как на кончерах, я вот нигде не видел. Я вот честно об этом говорю. И, конечно, хорошо бы были и гостиницы, и аэропорт чемпионата мира строится. Ну да, у нас по инфраструктуре-то, конечно. Поэтому мы готовы, мы очень рады, что Виталий Иванович так хорошо и тепло отзывается о Владимирской области. И вот этот статус, он ко многому обязывает культурной столице чемпионата мира. Хорошо, Александр Силович, у нас время заканчивается, необходимо заканчивать программу. Напоминаю, гостем программы сегодня был Александр Разов, глава администрации Особинского района. Александр Силович, спасибо, что нашли время. Удачи вам в ваших начинаниях, будет информация, сообщайте, предоставим свою площадку. Спасибо. Я, Александр Козлов, с вами прощаюсь. Следите за новостями на нашем сайте trc33.ru, там же можно найти запись всех наших программ. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова